Слава и хвала и благодарение нашему Господу, возлюбленные братья и сестры. И перед этим словом я хочу покаяться, попросить прощения у братьев и сестер цыган за мое некорректное выражение, которое позволил в отношении манеры исполнения. Прошу простите меня, пожалуйста, я не должен был это говорить, это мирское выражение, не должно было так говорить об этом. Слава и благодарение нашему Господу, братья и сестры, потому что, как написано, что всякий поступающий по правде приятен Господу. И это важнейшая, кажется, Божья оценка, и Он не смотрит, Он не лицеприятен. И короткое это слово вступительное, которое я сегодня хотел, я так и назвал, «Как молился Иисус Христос». Как бы рассуждение, потому что в молитве, братья и сестры, когда мы соединяемся с Господом, это особая атмосфера, которая окружает нас. И знаете, мы все примеры эти читаем в Библии, те переживания, те обстоятельства, в которых та или иная молитва совершается. То же самое происходит и в нашей жизни, братья и сестры. Я помню, это давно, это было со мной, ну, наверное, больше 20 лет. Хотя на руке моей это пятно возникло давно, еще где-то 40 с лишним лет даже возникло. В молодости моей я купил часы электроника, и что-то подействовало. Здесь было такое красное пятно у меня на руке. И постоянный зуд, который у меня постоянно говорят, мамой другие говорят, ну не тиши, не тиши, ну что ж ты. Как только, вот, пора года там, лето, жарко, и оно раздражение, где-то пыль или что. И когда я еще позволял употреблять себе алкоголь, оно тоже очень сильно как индикатор. Сразу у меня такое сильное краснение и все. Уже потом, когда я покаялся, пришел к Господу, мы ездили с хором, были в Молодечно, это еще на Торфяной там. И служитель за меня помолился. Лена говорит, моя жена говорит, ну попроси, чтобы помолили за тебя, вот за эту самую. И он сказал только два слова, Господи, исцели, и все, больше не так положил. Это Гудель, мы с этого Молодечно, пожилой такой служитель. И все, и прошло больше 20 лет. И я только в этом году заметил, что оно полностью исчезло, братья и сестры. К чему я это говорю, братья и сестры, не всегда как бы то, что мы молимся, не всегда оно как бы случается. Ну и вот, если мы, это слово, которое в нашу жизнь сказано от Бога через служителей, оно работает. Независимо оно работает. Уже как мы принимаем это слово в нашу жизнь, насколько мы доверяем этому, оно будет проявляться. Потому что Иисус Христос тоже написано, пришел в свое Отечество и не совершил многих чудес. Почему? По неверию их, братья и сестры. Порой мы ослабеваем, что такое ослабевает? Это в неверие обращаемся, да, ну подумай, что там такое он за меня молился, там какое-то может, как бы уничижение перед служителем этим, что вот, ну не тот, другой бы повыше рангом, там какой-нибудь генерал бы помолился, вот я бы, да, уже, а вот, ну, такая ситуация бывает, мы как бы уничижаем в своем сердце. Или наоборот, не хватает терпения тоже, вот и туда, и туда, и туда. Но если мы принимаем, как именно слово от Бога, это очень важное понимание, братья и сестры, именно слово от Бога, не человеческое слово, а именно от Бога. И вот это вооружение божественное, которое дано нам, братья и сестры, в молитве его, это сильнейшее оружие, братья и сестры. Мы порой недооцениваем, и это, знаете, борьба, когда вот становишься на молитву, и нужно пробиваться порой, ну не идет молитва, как вот что-то такое, а нужно стоять, и настойчиво, и прилежно молился, прилежно, то есть не останавливался. Порой придет, и там кто-то отшевелится, и там пришел кто-то, и мысли, и все. И это нужно преодолевать, и это нужно сражаться, нужно встать и молиться, и молиться, и молиться. Когда читаешь вот молитвенников, он молился раз, и потом другой раз молился, и третий раз молился, а может быть и день молился, и на следующий день приехал, еще молился. У него было внутреннее состояние побуждения. Я помню, когда у моего сына были проблемы, это еще тоже до того, до свадьбы его все было, такое серьезное, как-то депрессивное состояние. И я несколько дней молился. Несколько дней за него молился, приходил, все, он лежал. Я молился, молился и продолжал молиться еще, пока не пришло понимание причины, в чем было. Тогда мы поехали к служителю, тогда совершилось молитву, и все. То есть нужно было вот это преодоление, братья и сестры. И то, что Господь сегодня нам говорит, мне очень нравится, это место из Писания, это записано, я только отрывочно так прочитаю. Для чего? Чтобы просто показать атмосферу. Господь приводит нас в атмосферу, братья и сестры, Его божественного присутствия. Если мы помолились, но не пережили Господа этот момент, мы так и остаемся холодным. Пришел в собрание, посидел, послушал и ушел таким, как и пришел. То есть ты не позволил Господу совершить то, что Господь хочет. Нужно идти сюда с готовностью, Господи, я буду принимать Твое Слово. Я хочу услышать Слово лично для меня, и чтобы оно совершило Твою работу для моего блага. Это верой принимается, потому что написано, что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, братья и сестры. Любое посещение, любая атмосфера, любое все, я могу оценивать самого себя с точки зрения именно Божьего понимания. Господи, как хочешь ты. Мы не можем выставлять Богу условия. Вот я помолился, вот давай исцеляй все. Нет, он бы знает, как это лучше сделать, и мы должны с доверием к ним подходить. Это отрывок из книги «Исход» 19 главы. Я выборочно прочитаю и просто сделаю акценты, на что хотел обратить внимание. 19 глава со 2 стиха. «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там, станом в пустыне, и расположился там Израильстаном против горы. Моисей взошел к Богу и возвал к нему Господь с горы, говоря, так скажи дому Яковлеву, и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Вот очень важное понимание, что Господь не куда-то и с чем-то, а именно к себе. Сегодня Он тоже собирает всех нас, братья и сестры, в Царство Свое. Он к себе нас собирает. Мы не чужие Ему. Это очень важное понимание, потому что многие приходят с чувством отверженности. «Я никому не нужен, да это ты нужен Господу, братья и сестры». Господь собирает нас к себе. Из всего народа. Мы Его творение, так написано, мы дороги для Него. Много раз это говорится, братья и сестры. Но насколько оно глубоко проникает в наши сердца, в наш разум, чтобы действительно понять эту близость с Отцом Небесным. И далее. «Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля». Из 8 стиха. «И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу». Дальше там он приходит к ним. Господь предупреждает еще раз и еще раз. «Вот какой он милосердный Господь, чтобы никто не погиб. И сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымует одежды свои, чтобы быть готовым и к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». И там еще повеление. Из 14 стиха. «И сошел Моисей с горы к народу, осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день при наступлении утра были громы и молнии, густое облако над горой, трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший встание». Вот этот праздник, который был на сретение Господу, это приходил. Братья, это как, знаете, как еще раз и еще раз напоминание о святости Божьей. Потому что вот тот старец Симеон, который был, вот эти качества Господь хочет видеть в каждом из нас. И видите, сказано, «Вымойте одежды, осветитесь». Мы перед Пасхой, сейчас самое время вот именно обратить внимание на своего внутреннего человека, на наше положение именно пред Господом. Вот они стали пред Господом. Господь сказал, «Это, это, народ порывался, увидеть Господа хотели». Господь предупредил. Они не были готовы к этому. Если бы они побежали, они просто погибли бы. Огонь отвышел бы от Господа, и они просто сгорели бы. В чем была проблема? Они не были освящены. Не было святости, не было той чистоты, которую Господь хочет и выставляет по своим божественным стандартам. А люди этого не понимали. Моисей говорит, «Иди скажи, несколько раз, иди скажи, иди еще раз скажи». И потом еще раз говорит, «Еще раз, трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». Ну, представить, это, наверное, жуткая картина, братья и сестры, потому что, когда громы и молнии, вот кто летом, гроза черная надвигается, все оттуда гром, все, ну, знаете, страшновато становится, потому что, когда такое, особенно близкие разряды, когда происходит, люди пугаются, люди боятся этого. Это сверхъестественная сила, огромный потенциал содержит, и оно заставляет человека трепетать. То же самое происходило, там написано, не гром и молния, а громы и молнии. Господь сошел в этом. И то, что происходило, приводило Израиль в трепет. Они начали бояться, они начали страшиться. И трубный звук, постепенно усиливающийся, усиливающийся, на фоне всего этого ужаса, что произошло, еще трубный звук, который усиливался, 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 и это еще больше добавляло, такое, знаете, жуткое, ну, кровь стынет в жилах. Может быть, на эмоциональном или на чувственном уровне это невозможно даже представить, братья и сестры. Потому что, сколько я, ну, как человек театральный, вот это пытаются иногда создать, создать театральные эффекты, но невозможно такое создать. Это временно. Но я понимаю, что это было очень сильное воздействие, потому что и сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея, на вершину горы взошел Моисея, и сказал Господь Моисея, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался Господу, видеть его, чтобы не пали многие из него. Вот мотив всего этого. Устрашить, показать Божью силу, для чего? Чтобы они не пострадали, не умерли. Братья и сестры, нам нужен страх Господен. Написано начало мудрости, страх Господен. Как приобрести, как приобрести этот страх? Потому что, как бы, Господь не хочет запугать, но Господь понимает, что если мы не будем иметь этот страх, мы не будем бояться грешить, понимаете? Люди сегодня легко идут на грех. Очень легко. Почему? Нету страха Божьего. Нету понимания, перед кем ты стоишь. И когда вот это приходит, понимание, я помню, поехали тоже на молитву, Макаровна еще была жива тоже. На меня такой страх напал. Я трясся, как осиновый лист. Еще было в начале моего христианского пути. Я не помню, от чего это были, от холода в нее, или просто потом уже, когда слово пошло ко мне, я понял, что Господь лично ко мне говорил. Но это слово я понял только через 8 лет. Через 8 лет я понял то слово, которое Господь говорил ко мне конкретно тогда. Ты и так, и так, а труда так много. Я был не у дел, я еще нигде был задействован, а Господь уже хотел, чтобы я трудился, чтобы я уже потом до меня дошло, потом я уже в реабилитационном центре трудился, и мне открылось это слово, понимание пришло. Господь хочет каждого из нас лучше. Почему? Мы часто слышим это слово, братья и сестры, когда мы в уделе Божьем, Господь работает с нами. Мы Его удел, Он нас шлифует, Он нас полирует, Он нас оттачивает, и это Его работа. Но я должен быть в уделе Божьем. Тогда Господь имеет со мной отношение. И перейдя к этому, хочу, вот это слово, оно известно всем нам, это самый, кажется, последний пророк, из малых пророков, пророк Малахия, 1 глава 6 стих. «Сын чтит отца, и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Благоговение – это страх, воздержание от греха, правильное чувство перед Богом и перед Словом Божьим. И пример благоговения является сам Иисус Христос. Это записано в послании к евреям. 5 глава 7 стих. «Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение, могущему спасти его от смерти». Вот интересно, могущему спасти его от смерти. Иисус Христос победил смерть. Дьявол не понимал в этой схватке, что происходило. И уже когда он понял, уже было поздно, потому что Иисус Христос воскрес. Он остался святым, Он остался причистым. Его святая кровь совершила эту работу, братья и сестры. Вот это понимание, я не знаю, как один проповедник сказал, говорит, это вопрос на миллион долларов, потому что мы не можем оценить по-настоящему этого всего. Это, наверное, вся наша жизнь уйдет на то, чтобы оценить подвиг Иисуса Христа и ту будущность, которую Господь приготовил для любящих Его, братья и сестры. Ничто нельзя поставить рядом с этим, ничто нельзя поставить. Ну, не вмещается наше земное, потому что это небесное, это цель всей нашей жизни, братья и сестры. И в этом нужно пребывать, потому что понятие взять крест, оно переводится с греческого как ежедневно это делать. Это не просто как-то разовое какое-то, а это ежедневно брать свой крест, ежедневно. Настолько мы, погрязшие в этом греховном болоте, настолько мы имеем эту греховную, испорченную натуру, что без Иисуса Христа постоянного, постоянного, постоянного этого Божьего пребывания в этом, но невозможно. Когда я читал вот этого Смита Вигглс, сколько я приводил, он так и говорил, я не могу полчаса, чтобы не молиться, и я не могу, чтобы полчаса не читать Библию. Он садился, молился перед обедом, пишет об этом Лестер Сомрал, молился за еду, открывал слово, и читали, полчаса читали слово, во время обеда все. Пообедали, помолились опять, ну пошли опять помолимся, пойдем туда. То есть практически полдня у него проходила молитва и полдня у него проходила чтение Божьего слова. Он мог себе такое позволить. И когда вот так размышляешь об этом, что у него, как у того, Ноя тоже, тоже было, и заботы какие-то, и семья была, и все, но это не просто, братья и сестры, это результат всей жизни. Интересная смерть этого Смита Вигглсворта, тоже вот из Писаний, когда он был большим молитвенником, и когда он уже умер, уже он не знал от этого дня, потому что просил тоже Господа, и ему пришли приглашения, туда приглашает, туда приехать послужить, приехать послужить, и все. И он так почитал, меня приглашают, говорит, не Иисуса Христа, а меня, и заплакал так, заплакал, заплакал так, говорит, что вот настолько у людей понимание такое, что вот не, и он шел за кафедру, и его уже, как старенького, просто поддерживал под руку его помощника, который помогал ему подняться, и в этот момент он так дернулся, так раз, осел, и все, жизнь закончилась на этом, перед тем, как выходить. то есть невозможно как бы вот что-то предугадать, что-то предусмотреть Божье, но он был готов. Чему это меня учит? Чтобы я также был готов. Благоговение, благоговение, это воздержание от греха, правильное чувство перед Богом и перед Словом Божьим. Малахия говорит, где благоговение предо мною? И к евреям написано, он в одни плоти своей с сильным воплями, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. То есть его отношение к Отцу Небесному, оно было явно перед учениками, явно перед народом. И много этих моментов, когда он показывал и говорил, для кого это было, перед кем это совершалось. Ученики были в недоумении, народ был в страхе и трепете, кто это? И стихием повелевает, и этому величайшие чудеса Иисус Христос творил перед учениками. Воскресал мертвых, совершал это все. И он делал это и перед Отцом Небесным, молился вслух перед учениками, мы помним эти ситуации. Воздим это, хлеб преломлял, перед Отцом Небесным молился и совершал это. Братья и сестры, это о многом говорит, вот именно что та реальная связь, с которой была отец и сын, она непрерывно продолжалась в Иисусе Христе Духом Святым, братья и сестры. И это заставляет меня о многом задуматься, именно в отношении своего личного хождения пред Богом, в отношении молитв перед тем, потому что так написано, без веры угодить Богу невозможно. Я человек, я слабый человек, у меня атакуют молитвы, атакуют мысли, атакуют желания, атакуют и все. И если я не принесу это в Божий свет, если я не скажу, Господи, помоги, Господи, во имя Иисуса Христа пленяю всякое помышление, послушание Иисуса Христу, то оно продолжает. Дьявол наглец, он не будет с нами считаться что-то, он видит эту слабость, и будет давить, это его тактика, не нужно унывать, не нужно впадать, нужно именно воззвать к Иисусу Христу, братья и сестры. У него победа, у него власть, у него сила, и это мы постоянно обновляем в нашей жизни, чтобы еще и еще иметь эту силу противостоять во имя Иисуса Христа, не своими силами. Помолимся, братья и сестры, чтобы Господь дал нам продолжение Божественной ограды защиты Его, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа.